Придите, поклонимся и припаде по Христу. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В Святое Писание, Библия, Евангелие, эта книга была написана о страдающих людях и для них. И действительно, ведь в нашей жизни по сей день достаточно много страданий. И каждый человек, пройдя земной путь, так или иначе сталкивался, переживал те или иные страдания. А какое страдание в жизни самое тяжелое, самое невыносимое? Может быть, бедность? Действительно, очень тяжело быть бедному. Ты ограничен во всем. Ты даже не можешь заработать себе больше, потому что у тебя нет возможностей, у тебя нет путей для того, чтобы выйти на другой, на новый уровень материального благополучия. Бедность приходится не только одному человеку терпеть. С ним страдают его ближние, которые так же, как и он, ограничены. Человек не может не уехать, потому что на это нет денег. Не может обустроить свой быт, потому что на это нет денег. И кажется, это замкнутый круг. Но те, кто пережил болезнь, говорят, нет, бедность – это еще не беда. С бедностью можно жить. И многие жили. А вот как жить с болезнью, когда здоровье не позволяет тебе ни отдыхать, ни работать. Когда ты постоянно терпишь и боль физическую, и боль душевную, потому что они всегда вместе, они всегда рядом. Когда тебе трудно и близким твоим трудно. Когда жизнь превращается из красивой картинки в какой-то ад. И, к сожалению, это тоже реальность нашей жизни. И кто видел тяжелобольных людей, наверное, не забудут никогда, насколько их вид заставляет огорчиться, загрустить, заплакать, не остаться равнодушным. Но те, кто пережил болезнь, говорят, что в болезни самое страшное страдание – это одиночество. Это когда ты сам один на один со своими проблемами, со своими скорбями. Когда некому разделить, когда не с кем поговорить. Когда не с кем поделиться. Когда никто не слушает тебя. И из одиночества человек может перейти в еще худшее страдание. Страдание, которое описывается в Священном Писании. Богооставленность. Самая страшная мука, которая выражена словами Иисуса Христа, сказанными на кресте. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? Когда никто не спасет. Когда уже ничего не изменится. Когда дороги назад нет. Что же делать? Не всегда, конечно, в страданиях приходит эта мука, благооставленность. Бывает, что человек имеет в своей жизни все. И материальное благополучие, и здоровье у него есть. Но одиночество, благооставленность перечеркивает все, что он достиг в жизни, все, что он имеет. Все его блага перестают его радовать. В Священном Писании есть такие слова, обращенные к царю Соломону, человеку, который был и богат, и мудр, и вот что говорит ему Бог. И ты, Соломон, сын мой, знай Бога, Отца твоего, и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то и найдешь Его. А если оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. И вот Соломон, к сожалению, пережил в своей жизни. Не послушал он Отца своего, не внял он Его словам. И пережил в своей жизни богооставленность. И это было страшно не только для Него, но и для всех, кто видел, для всего Его народа, что с Ним произошло. А Бог, конечно, видит страдания, видит муки, видит все наше горе. И никогда не остается безучастным. Ему не все равно. Вот мы открываем Святое Евангелие, и на каждой странице читаем о том, насколько Господь сострадает каждому. В чем бы ни заключалось Его страдание. И одиноким, и унылым, и печальным, и плачущим, и голодным, и больным. Ко всем Он проявляет сострадание. Вспомним, как Он накормил в пустыне пять тысяч человек, которые пришли туда послушать Его проповедь. И ученики говорили, они уже устали, отпусти их, пусть идут домой. Там они поедят, отдохнут. Но Господь совершает для них чудо, потому что Ему жалко. Потому что Он даже такому простому страданию, как голод, не может остаться безучастным. И Он берет пять хлебов, преломляет их, раздает ученикам, они в свою очередь всем собравшимся, и так наелись все. Другой пример, гораздо более серьезный. Идет Господь по дороге со своими учениками, вдруг видит навстречу похоронное процессие. Идет женщина, вдова, у которой умер единственный сын. И горе ее неописуемо. Ей больше не на кого опереться в своей жизни. Она осталась одна. И вся ее любовь, вся ее забота, которую она вложила в своего сына, вот все пропало. Вот он лежит мертв. И Господь, как сказано в Святом Евангелии, сжалился над ней. Не смог пройти мимо, остановился. Сказал ей, не плачь. Взял за руку этого умершего молодого человека, и он ожил. И он вернул ей радость, вернул ей смысл жизни. Сам он в своей проповеди, обращаясь к ученикам, говорит слова, которые мы, наверное, все слышали. «Придите ко мне, все, труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Конечно, в этих словах говорится не только о том, что он готов нести с нами наши кресты, наше иго, наше бремя, бремя скорбей и страданий. Но и нас тоже призывает к тому же, чтобы мы не оставали безучастны друг к другу, не проходили мимо, когда видим плачущего человека. О чем мечтает Бог? В сказанном Священном Писании, в книге Апокалипсис, он говорит о будущем человечества. «И отрёт Бог всякую слезу сочей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». И вот всё то, что в нашей жизни так много сегодня страданий, это Бог терпит. Он помогает нам, но надеется, что это всё изменится, и Он знает, что это всё изменится. И сострадание в этих таких наших жизненных обстоятельствах наиважнейшее дело в жизни и христианина, и просто человека. Мы все знаем притчу о страшном суде, где Господь описывает финал истории человечества, и Он говорит, что вот призовёт Бог всех, всё человечество, всех людей на суд, и скажет им, тем, которые пойдут в дальнейшем в ад. Он говорит, «Я был голоден, а вы не накормили меня. Я жаждал, а вы не напоили меня. Я был наг, а вы не одели меня. Я был в больнице, а вы не посетили меня. Я в тюрьме был, а вы не пришли ко мне. Теперь идите в муку вечную, там будет плащ и скрежет зубов». И то же самое, те же слова, только наоборот, Он говорит тем, кто накормил, напоил, поделился одеждой, пришёл к больному и посетил заключённого в тюрьме. Вот что значит Божья милость, Божие сострадание. Как бы ни страдал человек, даже если он сам виноват, не проходи никогда мимо. Как проявить сострадание? Есть очень много замечательных слов в Священном Писании. Да, наверное, на каждой странице говорится о милости и сострадании. «Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, чтущий же его, благотворит нуждающемуся. Благотворящий бедному даёт взаймы Господу, и он воздаст ему за все благодеяния его. Чистое и непорочное благочестие перед Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорби и хранить себя неосквернённым от мира». «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». И ещё очень и очень много слов, в которых Господь говорит о важности и сострадании. Но есть и предупреждение о том, как страшно отказаться от милости, проявить чёрствость, безразличие. Есть притча о двух должниках, о том, как некому человеку был прощён огромный долг в пересчёте на золото около 25 тонн. Как этот человек задолжал эту сумму, неизвестно, но ему было всё это прощено. И вот этот человек вышел на улицу, встретил своего знакомого и говорит ему, «Стой, ведь ты должен мне сто пенис, то есть сто медных монет, сто копеек, один рубль. Несоизмеримая сумма, стой, с тем прощённым долгом. Да, должен. Когда ты мне отдашь? У меня нет сейчас, подожди, пожалуйста. Нет, я не хочу ждать». И он взял его и отвёл в тюрьму. И был суд, и этого человека осудили за то, что он не отдал сто копеек. Но нашлись друзья, которые напомнили уже о прощённом долге. Пришли к хозяину этого золота и сказали, «Вот человек, которым ты простил огромный долг, он не захотел простить своего друга, не проявил к нему сострадания, понимания. И сказал царь, верните его, продайте его в рабство, его жену, его детей, всё, что у него есть, всё продайте, чтобы хотя бы отчасти восполнить тот долг». И говорит Господь, «Если вы не прощаете должникам вашим, то и я не прощу. А если вы прощаете, то можете надеяться на прощение». Вот как важно сострадание, о котором мы каждый раз вспоминаем в молитве Господней, Отче наш, когда говорим, «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Как страшно оказаться холодным, чёрственным человеком, который не заметил слезы страдающего, который не обратил внимания на его грусть и печаль. Страшно и здесь, и в будущей жизни. И перед Богом будет страшно. Поэтому будем внимательны к себе. Вот что говорит нам апостол Павел. «Будьте друг ко другу добры, сострадательны. Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И так, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напой его. Ибо, делая так, ты соберёшь ему на голову в горящей уголе». Даже если враг. Даже если человек, который тебя обидел. Даже если он тебе сделал зло. Не оставайся равнодушным, когда ему будет плохо. Либо ты растопишь его сердце. Либо ты полностью переложишь его вину на его плечи. И он ответит перед Богом за свою чертвость, за свою холодность. «Любите друг друга, прощайте друг друга, будьте милосердны, сострадательны друг другу. Аминь. Мир вам и Божие благословения». Божие благословения.